В эфире информационная программа события. Здравствуйте в студии Айгуль Зиганшина. Предварительное народное голосование продолжается в столице региона. Оно определит кандидатов от Единой России, которые представят партию на предстоящих выборах в сентябре этого года. Предварительное голосование уже идет в Железнодорожном и Куйбышевском районах города. Более 60 тысяч человек. Количество избирателей в Куйбышевском районе Самары. За первый день предварительного голосования свой выбор сделали уже около двух тысяч. Те, кому не безразлично будущее района. Все-таки нам нужно принимать участие. Эти люди нам нужны. В какой-то степени вопросов больше будет решаться. И непосредственно они будут жить нашим районом. И решать вопросы, проблемы наши, именно в нашей глубинке. Эти непосредственно люди, они такие же выходцы из народа. И поэтому проще будет, скорее всего, я так думаю, донести какую-то информацию им непосредственно, нежели обивать пороги. Комфорт района, как и уют в доме, складывается из мелочей. Зеленые насаждения, аккуратные лавочки, детские площадки. С помощью народных избранников жители надеются решить самые насущные проблемы, начиная от благоустройства территории и заканчивая отремонтированными тротуарами. Возможные трудности участников предварительного народного голосования не пугают. Куйбышевский и Железнодорожный стали первыми из девяти районов Самары, где началось предварительное народное голосование. До 26 июня пикеты будут работать в каждом районе города по три дня. По итогам голосования определятся победители, которых партия выдвинет кандидатами на выборах в районные советы депутатов. Всего в Самаре в предварительном народном голосовании участвует порядка 900 человек. Кандидатами от «Единой России» станут 568. По итогам выборов, которые пройдут 13 сентября, представлять интересы жителей и районов Самары будут 284 депутата. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. Вместе мы сила. С таким девизом приступил к работе Общественный совет микрорайона Самарский. Общественники подключают к решению проблем благоустройства жителей. Им виднее, на что нужно обращать внимание. Будь то дороги и газоны во дворах или фасады столетних домов. Как будет преображаться историческая Самара и как решить проблемы сферы коммунальной, обсудили на встрече проекта на связи с губернатором. Здесь с новостройками соседствуют дома постройки дореволюционной, в том числе памятники архитектуры регионального и федерального значения. Коммунальные бытовые проблемы не самого молодого жилого фонда усугублялись недобросовестной работой управляющей компании. Жалобы на альтернативу звучали от жителей регулярно. Однако теперь появилась надежда на коммунальное благополучие. Альтернатива не прошла лицензирование и 241 дом микрорайона Самарский возьмет на обслуживание новая управляющая компания МП «Жилсервис». Относительно ее планов работы было немало вопросов на общественных слушаниях проекта «На спять с губернатором». Среди других вопросов благоустройства и порядок в дворах. Жители просят помочь с обустройством газонов сделать детские площадки поинтересней. Бордюры все надо менять, их нет уже. Газоны все испорчены, машины заезжают на газоны. Если вот сквер Высоцкого, его бы немножечко, вот детскую площадочку там, немножечко вот еще что-то добавить в каких-то аттракциончиках. Вот так-то неплохо здесь у нас сквер и фонтанчики, и улица Ленинградская почище бы немножко была, чтобы транспорта было поменьше на этой улице. Общественный совет микрорайона собирает все предложения. Кроме того, регулярно встречается с жителями во дворах. В центре внимания насущные проблемы, решения которых не будут откладывать в долгий ящик. В процессе этих встреч мы собираем информацию, наказы или проблемы жителей, их систематизируем. И когда уже у нас запланировано 11 встреч, когда уже будет вот эта информация собрана более-менее в полном объеме, тогда ее надо будет проанализировать и уже начинать работу с профильными департаментами и администрацией. Некоторые вопросы у жителей отпали сами собой. Так, горожане ждали ремонта дорог и тротуаров на улице Венцека и Фрунзе. Их отремонтируют этим летом. Решение других вопросов будет контролировать общественный совет вместе с жителями. Именно совместные усилия и стремления власти, жителей и общественников. Ключ к решению проблем благоустройства и коммунального хозяйства. Уверены в Самарском. Марина Кравцова, Алексей Золотенков, События. Старый подъезд, обветшавший фасад протекающая крыша. С этими жалобами обратились к депутату Самарской городской думы от железнодорожного района Александру Фетисову, жители домов на Арцебушевской и Красноармейской. Многие жилые здания последний раз ремонтировали четверть века назад. Ремонта подъездов в доме 3А по улице Арцебушевской не было 25 лет, рассказывают местные жители. Нужен и ремонт крыши. На встрече с депутатом от железнодорожного района Александром Фетисовым жители узнали, что их дом внесен в программу капитального ремонта. На его обновление запланировано больше миллиона рублей. Это уже не первая встреча в этом дворе. Жители в прошлом году победили в городском конкурсе «Двор, в котором мы живем». Теперь здесь несколько песочниц, уличные тренажеры и новые лавочки. На этот раз жители просят включить их двор в программу патрулирования, чтобы уберечь оборудование от вандалов. В прошлом году у нас, вот они приезжали в один часов, вы знаете, прям никого не было, безобразия такого не было. Даже не было, вот как вот в этом году сломали кольцо, сломали тренажер, вот мы все сами своими средствами все делали. На состоянии подъездов и кровли жалуются жильцы из 117-го дома по улице Красноармейская. Здание построено в конце 30-х годов прошлого века. Капитального ремонта с тех пор здесь не было. И канализация, и трубы холодного, горячего водоснабжения. В подъездах проводка, электропроводка, тоже она вся с 37-го года. Дом на Красноармейской входит в гостевой маршрут и встречает людей, которые прибывают на железнодорожный вокзал, поэтому с его ремонтом затягивать не будут. Сейчас мы план работы наметили, там это в первую очередь, за счет средств регионального оператора должна в порядок будет приведена крыша, и мы сейчас будем этим заниматься, чтобы быстрее средства пришли, и чтобы мы понимали, что это должен быть за подрядчик. Ремонт по этим двум адресам начнется уже в этом году. Алина Чемерис, Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков, События. Подготовку к отопительному сезону в Самаре планируют завершить до 15 сентября. Сейчас во всех районах города проходят гидравлические испытания. Там, где трубы не выдерживают высокого давления, специалисты ведут ремонтные работы. Особое внимание и домам, где горячее водоснабжение уже восстановлено. Температура воды по некоторым адресам не превышает 40 градусов. На совещании в городском департаменте ЖКХ предприятию тепловых сетей и управляющей компанией Приволжский ПЖРТ поручено в кратчайшие сроки исправить ситуацию. Поступил сигнал от управляющей компании, что в ряде домов промышленного района недостаточно горячего водоснабжения. Принято решение провести мероприятия, организационные мероприятия непосредственно, выявить причины и устранить данные замечания. Правовой департамент администрации Самары возглавил Станислав Тимрич. Людмила Горожанина, которая возглавляла это структурное подразделение с ноября 2010 года, покинула пост по собственному желанию. Станислав Тимрич имеет два высших образования по специальностям юриспруденции, финансы и кредит. До назначения на муниципальную службу занимал пост заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Неоднократно выступал инициатором и разработчиком законодательных инициатив, направленных на совершенствование норм права в сфере трудовых отношений, охраны труда, занятости населения и миграционной политики. К другим темам. Азисы живой природы среди каменных джунглей заиграют новыми красками. Порядка 170 озер, которые находятся на территории Самары, планируют не просто очистить и восстановить, но и преобразить их в уютные места отдыха горожан. На берегах водоемов расположить скамейки, мангалы, беседки. Глава городской администрации Олег Фурсов дал профильным ведомствам поручение разработать программу по восстановлению Самарских озер. Работа по очистке водоемов в городе уже ведется. Например, озеро в сквере Дубовый Колок или Воронежские озера, но этого недостаточно, отметил мэр. Озера надо восстанавливать. Это жемчужины города, и они должны стать излюбленными местами отдыха самарчан. Очень много негативной информации об их состоянии. Особенно те озера, которые не в парках находятся, а где-то там в частном секторе, во дворах, это нужно сделать. Тем временем к летнему сезону готовятся морские пляжи. Уже завезли 17 тысяч тонн отборного песка, который намыли в Волге, очистили и просушили. Сейчас спецтехника проводит планировку песка, распределяет ровным слоем по участкам. Перед этим территория была подготовлена, водолазы обследовали акваторию, освободили от мусора. В ближайшие дни на пляжах установят зонтики, лавки, раздевалки, спасательные вышки. Также будут огорожены специальные участки для купания детей и тех, кто не умеет плавать. После того будет установлено пляжное оборудование, где-то порядка 1200 единиц, биотуалеты. 18 единиц планируют установить. Все биотуалеты на пляжах у нас бесплатно. И в районе 1-2 очереди набережной на спусках на пляж будет установлено оборудование для мытья ног. Мы третий год их устанавливаем по просьбам отдыхающих жителей. Выбираясь на природу, стоит быть бдительным. Более 300 жителей губерния пострадали от укусов клещей за последнюю неделю. Впрочем, это меньше, чем в прошлом году. За аналогичный период в регионе наблюдается тенденция к снижению количества пострадавших от укусов клещей. Однако специалисты регистрируют увеличение доли инфицированных насекомых с 12 до 19%. Петр Серафимович пойман на месте преступления. Каждому клещу в лаборатории дают имя его жертвы. Именно сюда пострадавшие от укусов везут маленьких вампиров, напавших на них. Специалисты делят клещей, которые встречаются в нашей области, на два вида – лесной и пастбищный. Оба могут быть переносчиками энцефалита. А вот клещевой боррелиоз или болезнь лайма переносят только лесной клещ. Наличие вирусов и проверяют в лаборатории. Клеща растирают, совмешивают его с растворчиком, помещают в аппарат, где идет считывание, сколько там находится, какая концентрация вируса в данном клеще. Для того, чтобы исследовать клеща на клещевой энцефалит, нужно, чтобы у него была целая головка, потому что вирус находится в слюне. Исследование в лаборатории занимает один день. Если вирус обнаружен, пострадавшему от укуса назначают экстренные меры профилактики. Однако не каждый клещ требует специальных исследований. Врач, извлекающий его из кожи, анализирует каждый конкретный случай. Учитывая место пребывания, место присасывания клеща и время его присасывания, доктор может назначить экстренную профилактику без исследования клеща. Экстренная профилактика против клещевого энцефалита и болезни лайма проводится для пациента бесплатно. Марина Матвейшина, Станислав Левин. События. В стипендии «За талант» в столице региона наградили самых одаренных представителей спорта и культуры. 52 человек получили финансовую поддержку от администрации Самары. Кто-то из них преуспел в спорте, кто-то в искусстве. Яркие муамины тени, цветной костюм и красивая прическа София Чебакова готова к награждению. Восьмилетняя циркачка – одна из лауреатов стипендий городского округа Самары. Несколько лет занималась танцами, но цирк увлек больше. Девочка гордится своими успехами, но и про учебу в школе не забывает. На первом месте у нас учеба, а на втором месте у нас цирковая студия. Потому что, когда я вырасту, я хочу выступать, быть артисткой. Потом подрасту немножко, стану учителем. А потом, когда уже не смогу быть учителем, я уже стану директором какой-нибудь фирмы. Мама Софии Татьяна на дочь не нарадуются. Это и умница, и красавица. Лауреаты стипендий от администрации Самары в течение года будут получать по 5000 рублей в месяц. София сказала маме, что тратить деньги сразу они не будут. Отложат, чтобы в следующем году поехать на море. Сцена выработала в девочке ответственность, считает Татьяна Чебакова. Когда ребенок выступает, он знает, что нельзя подвести другого человека, нельзя подвести тренера. И как бы эта гордость ДК нашего, нашего тренера, это большая ответственность, это очень хорошо. 26 ребят, преуспевших в спорте, и столько же в области культуры. Всего 52 талантливых и одаренных ребенка. Хореография, цирковое искусство, музыкальный инструмент и вокал, всевозможные виды спорта. Городская администрация оказывает всяческую поддержку и помогает развивать таланты. Это действительно гордость нашего города, гордость нашей губернии. Ведь вопросом поддержки талантливой молодежи, к этим вопросам мы обращаемся постоянно. Но это теперь и общегосударственная задача. Мало быть человеком профессиональным, оттренированным, а когда выходишь на сцену доказывать свою конкурентность, свою способность, конкурентную способность. Когда выходишь на татами, на гимнастический попрос, помимо таланта, помимо профессиональных умений, это всегда требуется стержень внутренней, психоволевая устойчивость. Стипендию от администрации городского округа Самары учредили в 2012 году. За это время отметили больше 200 детей от 7 до 23 лет. Каждый из них прошел тщательный отбор компетентного жюри. Мариана Мирная, Сергей Баскин, События. Наградой для мальчишек из детско-юношеского центра технического творчества станет поездка в Волгоград. До города героя 10 подростков вместе со взрослыми доберутся в составе автопробега. Никита Рузавин уже в предвкушении. Он один из 10 победителей конкурса «Моя семья» в летописи велита Отечественной войны. В качестве поощрения мальчик отправится в автопробег, посвященный юбилею Победы. Дедушка воевал. Он прошел всю войну до самого Берлина, до захвата его. У него много орденов. Бабушка показывала. Я этим интересовался, когда было лет 7-8. Интересно все было, потому что потом задавался вопросом, почему война началась. Дорога предстоит неблизкая – 870 километров. Остановки каждые три часа, а между ними разве что пейзаж за окнами. Основная нагрузка, конечно, на водителя. Задача для 15-летних подростков – беречь нервы себе и окружающим. Лично у меня такие требования, что в машине, во-первых, не кричать, желательно не кушать, потому что это все опять отвлекает. И постараться, грубо говоря, сидеть тихо, спокойно. Потому что когда начинается один там, там открыл чипсы, другой в воду, на кочку наехали, там на препятствия все это провелось. Вот это тоже нервоз, это все нервы. Поэтому остановились в специальном месте, там перекусили, попили, поехали дальше. Совсем скоро ребята увидят родину мать, прогуляются по Мамаеву Кургану. А пока главное – соблюдать правила безопасности в пути. С ребенком ничего не может, не должно быть. Поэтому у нас идет очень отбор, обучение сильное, пристальное такое. Мы отправляем куда можно на какие-то повышения квалификации, курсы. Но и автомобили. Если вы посмотрите, вот то, что у нас сейчас вот стоят, это часть учебных. Ну, я не знаю, в каких автошколах вы еще увидите такие автомобили. Перед стартом своего путешествия ребята почтили память ветеранов и возложили цветы к Триумфальной Арке на Аллее Трудовой Славы. Мариана Мирная, Сергей Баскин, События. И у меня на этом пока все. Обратите внимание, наш телеканал расширяет зону своего вещания. Настройте Самара ГИС к кабельной цифровой сети Волга Газ Телеком. Смотрите нас онлайн на сайте самар.тв и через специальные бесплатные приложения для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передачи на samaragis.ru Следуйте за нами в Твиттер, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Банк России назвал условия сохранения лицензии по ОСАГО для Росгосстраха. Регулятор выдвинул компании требования по улучшению бизнес-процессов и работы с клиентами. Страховщик, как ни странно, с ними согласился. Теперь Росгосстрах должен информировать своих клиентов о покупке ОСАГО без дополнительных страховок, а также о возможных скидках за безаварийную езду. Кроме того, компания не может запретить автомобилистам записывать на аудио или видео процесс покупки полиса ОСАГО. Также компания продолжит использовать пятидневный период охлаждения, в течение которого страхователь может отказаться от договора страхования без финансовых потерь при продаже так называемого расширения полиса ОСАГО. Только согласие с требованиями Центробанка вовсе не означает, что требования будут выполнены. Так что, если вас будут обманывать в Росгосстрахе, то снимайте видео, пишите жалобы в Центробанк и РСАГО. Ну и мне на электронный адрес присылайте. Он, кстати, на экране. Рекламу кредитов и займов посредством наружной рекламы, СМС-рассылок и прочих носителей могут законодательно запретить. Соответствующий законопроект скоро будет внесен в Госдуму. По мнению авторов проекта, широкая реклама потребительских кредитов приобрела характер массовой социальной провокации, а невозможность погашения населением кредитов стала существенным фактором не только экономических проблем, но и повышения социальной напряженности в целом. За распространение рекламы кредитов и займов граждан предлагают штрафовать на сумму до 5000 рублей. Лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, штрафовать на 50 тысяч рублей. Штраф для юрлиц составит до 1 миллиона рублей. И все это с конфискацией рекламной продукции и оборудования, используемого для ее изготовления. Ростуризм рекомендует воздерживаться от поездок в Южную Корею из-за угрозы заражения ближневосточным коронавирусом МЕРС. Уже отмечен 41 случай заболевания. Четыре из них закончились летально. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленно. Индекс РТС в первую минуту торгов вырос на 1%. Индекс ММВБ, наоборот, немного снизился до отметки 1645 пунктов. Лидеры роста – акции «Полюс золота», «Полиметалл», «Аптечные сети 36,6», «Мечила», «М-Видео», «ВТБ» и «Мегафона». Среди лидеров падения – бумаги «Русала», «МРСК Центра», «Уралкали», «Распадской», «Яндекса», «Эон Россия», «Ростелекома», «МТС» и «Сургутнефтегаза». Курс доллара на 9 июня – 56,04 рубля, курс евро – 62,50 рубля, золото стоит 2114 рублей за грамм, серебро стоит 28,94 рубля за грамм, цена нефти марки «Бренд» – 63,60 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и, значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Россия, вопреки футбольным интригам, проведет чемпионат мира в 2018 году. Гоночная «Лада» финишировала второй на российском этапе чемпионата мира. «Самара» – чемпион всероссийских соревнований под дзюдо. Впервые триумфальной победой сборной Самарской области завершились всероссийские соревнования под дзюдо. Первая женская и мужская команды вышли в финал. Девушки боролись против Краснодара, мальчики с дзюдоистами северо-западного федерального округа. Обе команды сначала проигрывали с одинаковым счетом 2-4, но сумели переломить ход поединков и вырвали чемпионский титул. Героями турнира стали Валерия Грязнова и Егор Корсаков. Пятую гонку мирового чемпионата на московской трассе «Лада» закончила на втором месте. На пьедестал почета поднялся пилот тольятинской команды англичанин Роб Хафф. Он, кстати, установил лучшее время на круге. В четвертом финишировал еще один пилот «Лады» – новобранец голландец Ник Кацбург. Десятку лучших гонщиков московского этапа замкнул третий автозаводец Аяб Ван Лаген. Очередной этап чемпионата мира состоится в следующие выходные в Словакии. ФИФА не видит оснований лишать Россию прав на чемпионат мира. Победа в конкурсе была честной, говорится в заявлении Международной Федерации Футбола. На основании экспертных оценок. Значит, мундиаля в Самаре быть. Интриги вокруг мирового футбола начались в конце мая. Тогда арестовали около десятка высокопоставленных чиновников ФИФА. Им предъявили обвинения в коррупции вокруг заявок на проведение чемпионатов мира в течение последних двух десятков лет. Кроме того, обвинения касались махинации заключения маркетинговых и вещательных сделок. Пока итогом давления на организацию стала отставка президента ФИФА Йозефа Блаттера. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова